Эти 40 белых вагонов-контейнеров прибыли на железнодорожную станцию Бишкек-1 из Узбекистана. Это гуманитарная помощь от соседней страны. Это модульные конструкции, из которых будут возводить инфекционную больницу. Уже решено, что ее построят на территории национального госпиталя. Груз сопровождал председатель узбекистанских железных дорог Хуснуддин Хасипов. По его словам, это помощь для нашей страны в столь трудное время. Ранее из Узбекистана в нашу республику привезли полторы тысячи тонн пшеницы и медикаменты. Вот эти контейнерные домики – это опробированный вариант организации ускоренной создания медицинской помощи заболевшим болезнью COVID. И более того, было принято решение, как только будет закончено строительство этих больниц, С нашей стороны было принято решение о том, чтобы командировать на эти больницы работников, которые имеют опыт работы с больными COVID. Наши друзья из Узбекистана обещают нам в течение двух недель поставить. Сегодня уже начали, землю мы им показали, архитектуру, госстрой вместе, они работу уже начали. Буквально за один архитектурный час сделают, и уже через день мы надеемся уже начать. Можно потом, если какие-то это будут, можно другие места тоже переставить, увезти. Переставлять эту больницу можно будет потому, что ее построят из мобильных конструкций. Такой груз к нам отправляют из Узбекистана не первый раз. Несколько дней назад 40 вагонов-контейнеров доставили в Баткенскую область. Там уже начали строить мобильный госпиталь на территории Кадамжайской районной больницы. Работы выполняют строители из Узбекистана. В каждом госпитале по 200 мест. Обещают их построить за две недели. Там будут все условия. В Министерстве здравоохранения говорят, что выбор на город Бишкек и Баткенскую область спал не случайно. Это самые горячие точки по заболеваемости коронавирусом. Из соседней страны привезут необходимое оборудование. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, кровати, тесты, медицинские препараты. Вчера привезли через железную дорогу. Я сам встретил. Места у нас готовы. Это легкая конструкция. Рассчитана на 200 человек. Мы обещали в течение 10 дней или максимум в течение двух недель они закончат. Со всеми этими удобствами они сделали. Также в Министерстве здравоохранения добавляют, ежедневно ведется мониторинг, насколько заполнены больницы. Так, в медучреждениях запланировано более 8 тысяч коек. Свыше 5 тысяч мест сейчас открыты. Остальные в резерве. Вот наши специалисты каждый день, когда мониторинг делают, если, например, по области, да, возьмем чуй, заполняемость открытых коек составляет, если больше 80%, тогда мы уже разворачиваем те резервные койки, которые у нас есть. На сегодняшний день у нас мест достаточно. Вот если взять Бишкек, позавчера мы еще дополнительно на базе Республиканского центра наркологии открыли 100 коек. В Министерстве здравоохранения сообщают, каждый день на сайте ведомства, а также на ресурсе map.covid.kg и covid.kg обновляются данные, в каких больницах имеются свободные места для пациентов с коронавирусом. Анастасия Соболева, Турган Езов, НТС.